Конечно, для меня это большая привилегия сегодня быть в вашей церкви. Я бы назвал ее родной церковью. Почему? Потому что здесь очень-очень знакомых тех братьев, сестер, с которыми мы трудились вместе во время такого прекрасного времени евангелизации в Белоруссии, в других местах. Так, мне приятно здесь проведать, потому что, извините, но я скажу правду, друг Николай, пастор, это мой друг, который сегодня в вечности, мы с ним много беседовали, и мне очень приятно увидеть сегодня пастора Александра, с которым мы трудимся вместе в нашем славянском дистрике. И в течение четверг-пятницы здесь проходил, можно сказать, комитет наш, от имени нашего комитета мы выражаем благодарность вашей церкви, что вы приняли нас и оказали гостеприимство, и мы могли вместе здесь славить нашего Господа. Поэтому примите от нашего руководства благодарность вашей церкви и вам лично, пастор. Конечно, мне приятно здесь, потому что здесь находится мой отец, моя мама здесь была членом церкви, мои братья и сестры, и племянники мои, и я очень счастлив, что сегодня могу быть вместе с вами, и вместе с вами проповедовать Евангелие и восхищаться нашим Господом. Как бы вы ни хотели, но я скажу вам, с первой песни, когда я пришел здесь, я почувствовал присутствие Духа Святого. Я хочу вам сказать, что это место свято, это Дом Божий. И поэтому моя проповедь христоцентричная, Иисус есть все и во всем. И поэтому это нас влечет сегодня, это нас привлекает сегодня сюда. Вот почему мы встаем рано, и очень рано, и становимся на колени, потому что что-то особое побуждает нас прийти в Дом Божий. Друзья мои, я хочу сказать, если ты сегодня больной, если ты сегодня, может быть, депрессии, может быть, ты сегодня имеешь в чем-то недостаток, иди в Дом Божий. Здесь есть ответы для твоей проблемы. И поэтому, насколько легко, насколько чудесно находиться в Доме Божьем, когда мы собираемся вместе. Даже одна молитва, она меняет смысл моей жизни. Слово Господне, оно оживляется особенно и особенно, и касается каждого из нас. Я не знаю лучшего места на земле, и, наверное, не будет лучшего места на земле, как Дом Божий. И ты правильно сделал, что пришел сегодня в этот Дом Божий. Харисты, спасибо, грубо, спасибо. Вы на своем месте, вы в правильном направлении. И сегодня, когда начали петь псалом о святинниках, братья и сестры, это чудесно, это чудесно. Это ответы на мои проповеди, которые я всегда говорю. Нам нужен Дух Святой. Нам нужен Дух Святой. И поэтому я хотел бы зачитать Слово Божье, и потом перейти к рассуждению, и потом будем, конечно же, мы молиться. Евангелие от Матвея, 5 глава. И в Нагорной проповеди, когда Иисус Христос говорил эти удивительные 9 блаженств, которые нет равных и нет сильнее слов Его Нагорной проповеди, которые вдохновляют, сегодня отображают все Евангелие, это Нагорная проповедь. И когда мы читаем, мы просто входим в это истинное, вечное блаженство в Господе нашем Иисусе Христе. И дальше 13 стих, сразу после этих блаженств, он говорит, вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? И тема моей проповеди о свете, я буду говорить о святиннике. Вы свет мира! Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Удивительно, братья и сестры, но когда мы говорим о светильнике, когда мы говорим о сосуде, и все местно исследуя Библии, мы сразу ясно и четно понимаем, это говорится о служении. Это говорится о служении. И Иисус Христос, приводя в пример Евангелие от Матвея, 25 глава прищи о десяти девах, именно Он говорил о светильниках, которые они имели. Братья и сестры, давайте с вами напомним это место, очень знакомое, чтобы нам больше, хотя текст большой, но учитывая, что нет перевода, мы можем его с вами прочитать. Евангелие от Матвея, 25 глава, с первого стиха. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявшись светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявшись светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И когда жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. «Вот жених идет! Выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. «Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас. Пойдите к лучик продающим и купите себе. «Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им ответ, «Истину говорю вам, не знаю вас. Итак, бодствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». «Взяли, взять светильники, это взять служение, это взять труд, это, может быть, взять то призвание, которое Бог нам дал, и служить людям». Братья и сестры, «Неразумные отличались от мудрых лишь только по одной причине – у них не было достаточно масла». Все, у них не было. Сегодня очень люди часто смотрят, и очень много в церквях, то среди нас, когда мы встречаемся, говорят о светильниках. Один из величайших светильников, который на прошлой неделе ушел в вечность, Бенигрим, и о нем говорят все. И я хочу сказать, дай Бог, чтобы о всех так говорили, как об этом светильнике. Братья и сестры, этот светильник горел. Он светильник не только горел и озадавал свет, но он и дела делал. Действительно, сегодня было заметено вера и дела. Вера и дела. Все должно быть на своем месте. Братья и сестры, Иисус Христос сказал, о Яне Крестителе, это был светильник, горящий и светящий. Братья и сестры, обратите внимание, здесь эти очень важные слова о наших светильниках и о нашей жизни. Братья и сестры, иногда люди говорят, о, это светильник пастор, это епископ, это великий служитель, от объединения епископа, и мы часто, иногда говорим, мы люди верующие о этих светильниках, но как мы о них говорим? И добро желая, и зависти, или как, по-разному люди говорят. Но я хочу вам сказать, дорогие дети Божьи, сегодня мир нуждается в светильниках. Сегодня мир нуждается во свете. Я жил в деревне, и помню светильник. Он, есть светильник, лампа такая моя есть, фитиль есть, и масло есть. И вы знаете, однажды мама мне попросила зажечь светильник, но там не было керосина. И я зажег, и он так сильно начал гореть. Я говорю, мама, сильно горит! И так сильно, сюда дымок такой идет, потому что он пустой, был без масла. И вы знаете, он так быстро горел, что фитильник, он так быстро сгорел. И я, мама пришла, говорит, сынок мой, а что ж ты наделал? Я говорю, зажег светильник. Говорит, он так горел ярко. Говорит, ты же мог бы спалить хату вот с этим светильником. А чего? Ты знаешь, что он горит, но он пустой, пустой. Там не было керосина внизу. Надо всегда, чтобы керосина было полно, тогда горение будет, оно будет постоянное. Оно будет долгое горение. Дети Божьи, нам нужен Дух Святой. Нам нужно наполняться и наполняться и наполняться. Нам нужно сегодня горение, но горение постоянное. Ох, как много молодых людей, взявшие служение. Они так загорелись, так они пламенели. Где они? Где? Скажите мне, где? Почему? Многие начали говорить, о, тяжело служить. О, я устал уже. Уже мне надо идти. Пусть еще кто-то потрудится. Проблема с этим человеком. Недостаточно масла елея. Недостаточно масла елея. Не должно такого быть. Мы созданы для горения, для Господа. Мы созданы гореть. И светильник, он зажигает мой. Аллилуйя. Не я зажег светильник. Он, мое жажда, мое стремление. Но он, Бог мой, зажигает светильник мой. И если он зажигает, никто его не потушит. Никто. Какие бы трудности не были в твоей жизни, какие бы не были испытания в твоей жизни, твой светильник будет гореть. Миру сегодня нужен свет. Неважно, золотой светильник. Неважно, какой-то, может быть, и не очень, как бы такой, очень красивый на вид светильник. Не эту миру надо. Мир кричит, дайте свет. Дайте свет. Дайте свет. И сегодня этот македонский говорит, дайте свет. Где наш свет? Если сегодня в этом зале, братья и сестры, мы зажгем свечу, но она особенно ничего не сделает, потому что здесь довольно много света. Но зайдите вы, зайдите в подвал и зажгите свечу. Что происходит? Чудо. Это маленькая свеча озаряет этот подвал. И ты знаешь, куда идти. И ты знаешь, и даже видишь людей. Братья и сестры, мы призваны иметь свет от Господа. Мы призваны светить. И наше предназначение на этой земле светить Его светом. Но без Его масла, без Духа Святого, без Его присутствия это невозможно. Написано, что праведный своею верою жив будет. Я не буду жить верой моего пастора, моих аристов. Каждый должен гореть. И каждый светильник должен запасаться маслом. Братья и сестры, не говорите, не говорите, что сегодня не время запасаться маслом. Сегодня, как никогда время запасаться маслом. И это очень важно. Мир сегодня смотрит на нас. Мы горим или мы коптим. Мир сегодня очень внимательно разбирается и видит на наши служения, на наши отношения друг с другом, на нашу внутреннюю жизнь. Мир очень сильно это видит. К одному пастору, это, вы его знаете, может быть, Петр Борщ, он, когда у нас был на кемпе, рассказывал такой случай, который сильно мне запомнился. Лично он подошел пастор баптистской церкви ко мне в Молдове и говорит так, ну мы знаем, наблюдаем, у вас есть Дух Святой, у вас есть помазание, мы это наблюдаем, скажи мне, что мне делать, у меня парализованная сестра каждое воскресенье приезжает и говорит, молитесь за меня, молитесь, она в коляске сидит, а Петр Борщ говорит, ну я что тебе посоветую, по Писанию. Болен ли кто из вас, пусть присовет посетеров церкви, пусть помолятся, помазавшие елеем во имя Господа, и молитва веры исцелит его, а сколько мазать, говорит, столько, сколько надо, и второе, а как долго, покуда не исцелиться? Говорит, хорошо, я понял, он приехал в свою церковь на служение, сразу берет на руку, помазывает это, ничего нет, на следующее помазывает, ничего нет, на третье ничего нет, братья подходят и говорят, и сколько же ты будешь мазать, покуда не исцелиться? Мне так сказал Петр Борщ, покуда не исцелиться? На десятый раз. Прочет, на десятый раз. на десятый раз он стоял и говорит, Господи, мне Петр Борщ сказал мазать, покуда не исцелиться, и все. И больше он ничего не говорил. На десятый раз, когда он помазал, эта женщина встала с коляски. братья и сестры, елей Божий работает. Елей Божий работает. Может, я не знаю науку эту, но я знаю моего Бога. Елей работает. Братья и сестры, я хочу сказать, вдохновить вас, давайте будем ревновать от Духи Святого. Давайте ревновать и проверять состояние масло. Братья и сестры, мы церковь Святой Пятидесятницы. Я хочу вам сказать, как ты часто исполняешься Духом Святым. Как ты часто молишься на иных языках. Как ты часто проходишь эту школу моления на иных языках. Почему сегодня я часто слышу, что нет этой силы в церкви, не исполняется церковь силой Бога, Духа Святого на иных языках. Не стесняйтесь молиться на иных языках. Что-то происходит, которое я не могу объяснить, но что-то происходит. И Бог начинает творить чудеса. Я не знаю, братья и сестры, этот момент я вам не объясню. Почему? Я не знаю, но я знаю, знаю. Работает. Работает и работает. Нам нужно исполняться Духом Святым. Братья и сестры, как никогда в наше время. надо нам сегодня ревновать о Духе Святом, о том, чтобы наше масло пополнялось в день, когда Он придет. Когда Господь придет, братья и сестры, Он даже не посмотрит на тех людей, которые бегали и, может быть, искали ночью масло, ночью не ищут масло. Когда день, когда солнце светит, когда благоприятная возможность, ищи масло, запасайся маслом. Но не в тот день, когда уже пришло горе и ничего нету, и уже голос Божий не слышен. И Он сказал, я не знаю вас. Как же ты не знаешь вас? Я не знаю вас. У тебя было время запасаться, было время молиться, было время ревновать, было у тебя время. Почему же ты это не сделал? Почему? Почему, друзья мои? Очень важно. Не важно, я еще раз повторю, какой сосуд твой, какое служение, пастор ты, а может быть, просто молитвенник ты. Не важно, важно, есть ли там елей Духа Святого, есть ли там. Братья мои, сестры, как важно это переживать. В нашей церкви недавно произошел случай, который просто парализовал нашу церковь. И пришлось мне как пастору стать особенно на стражу. Заболел один молодой, чудеснейший брат, сосуд Божий. Я бы сказал, он управлял всей аппаратурой нашей церкви и выучился такой способный. И рак его быстро наше съедать. 24 года. Я вижу, вся церковь поднялась на ноги, вся молодежь, заревновали и начали очень сильно молиться. Знаете, я уже пришел в такое состояние, что должен все держать под контролем. Абсолютно. Потому что малейшее что? В сторону туда-сюда будет очень много пораненных людей. И некоторые провозглашали, он будет исцелен, он не умрет, Господь целитель и так дальше. Все это правильно. Все это правильно. Все это правильно. Но жизнь есть жизнь. И наступило время, я вижу, что он уже уходит. Они не верят, что он уходит. И надо было, слава Богу, что пастыра нашей церкви, служителя понимали этот правильный вопрос. И пришлось дождаться того момента, можно сказать, сильного момента, когда он просто поднялся на небо и оставил нас. И ушел. И наступил момент, что будет дальше. Вот здесь проверяется запас елея внутри нас. Вот здесь ропот будет, слава Богу будет, или что? Я ходил, как на острых камнях раскаленных и задают вопрос, почему он умер? Почему он не живет? Где Бог? Некоторые молодые люди даже в одной семье сказали, вот я этим и говорил вам, родители, что Бога нет, потому что Он не воскрес. Братья и сестры, а вот здесь испытается вера. Я посмотрел на родителей хорошее состояние. На церкви правильное понимание. Молодых надо было учить остановить в этом и сделать, чтобы они сделали правильный вопрос. И мне пришлось сказать, скажите, Бог исцеляет, аминь, ранами Его мы исцелены, аминь, и это сто процентов кровь Его очищает, исцеляет, аминь. Все правильно. Я говорю, но на исцеление ты получил слово рема или нет? Ты что, тебе Бог сказал, что он будет исцелен? или это было только у нас дерзновение? Дерзость, я бы сказал бы. Я уверен, я знаю, а ты имеешь слово от Бога. И все замолчали. Ты получил рема от Бога. Если ты получил слово от Бога, то пусть все не верят, а оно будет. Потому что за этим словом откровение стоит сам Бог. И знаете, и успокоили все. И все успокоились. Братья и сестры, я хочу сказать, этот человек, выполнив свое предназначение на этой земле, и в лучшее время Бог его переселил в лучшие обители. И вот испытывает нас Господь, насколько в нас елей, насколько мы преданы, что дороже, что дороже, земля или небо. Отношение с Богом или отношение моих окружающих. Братья и сестры, я ощутил тогда присутствие Духа Святого и сказал, Господи, благодарю Тебя, что Ты даешь здравое понимание в этих вопросах. Братья и сестры, так что мы должны делать? Мы должны были и правильно делали до последнего молиться. Бог силен изменить все. Но все в Его воле. И если мы сегодня имеем это познание елей, это не только присутствие Духа Святого. Дух Святой без Слова Божия не работает. Там все вместе. Это Слово Божье с Духом Святым соединено вместе. Оно дает откровение, познание Бога. И даже наших судеб Бог открывает нам. Братья и сестры, в каком состоянии находится твой сосуд. Очень важно. Очень важно. Чтобы мы не были привязаны к этой земной. Иногда Бог отнимает это земное. Просто допускает отнять это земное. Я смотрел, было время, когда теряли дома и вас, и здесь. Я посмотрел, какая у некоторых человеческая вера. За что-то такое. Они что-то вытирают. Все, уже в них Бога нет. Бог не слышит. Бог слышит. Бог на своем месте. Но это приходит испытание твоего состояния. О, как важно здесь светить. Да будет свет ваш пред людьми. И в этих ситуациях, трудных ситуациях, пусть светит свет твой пред людьми, чтобы они видели, видели твои добрые дела. И в это время прославили Отца вашего небесного. У меня вопрос. В каком состоянии светильник твой? Как часто ты молишься? Как часто ты исполняешься Духом Святым? Как часто ты расположен делать добрые дела? Какие отношения друг с другом? Братья, мои, сестры, написано, он грядет. Он грядет. И в трудные минуты, и даже когда, может быть, тьма будет в твоей жизни, этот свет, который зажег Господь, и это елей масло, присутствие Духа Святого, оно тебя никогда, никогда не подведет. Насколько важно, братья, сестры, я хочу призвать вас к просто здравию во всех ситуациях, уповать на Бога до конца, никогда и никогда не сомневаться в верности Божьей, держаться за Него. И самый главный вопрос, который мы всегда решаем и должен решать, мое отношение с Богом. Если я решил свое отношение с Богом, если у меня правильное отношение с Богом, если я его нашел как спасителя, Он Бог милосердный, долготерпивый, многомилостивый, и если ты нашел это отношение, и Он твоей жизни, знай, ты решил самый главный вопрос жизни. Ты уже его решил. И остальное мы должны воспеть вместе с Авваком. Если бы даже в нашей жизни и случилось, а случается, братья, сестры, случается, но если даже случилось, что я остался вообще без ничего, у него хватило силы Духа Святого сказать, но и тогда, и тогда я буду славить Бога моего и Спасителя моего. Вот это есть упование. Братья, сестры, многие говорят, Бог избавил Сидраха, Мисака и Аденага от печи. Ничего подобного. Они в печь попали. Он не избавил от них печи. Они вошли в эту печь и вошли с верою. Вот это вера. Бог силен избавить. Но если не так, если даже не так, все равно ему будем поклоняться и только ему одному служить. и Бог допустил. Они вошли в печь и вышли из печи невредимые. Аллилуйя. Вот это вера. Вот это вера. Братья, сестры, это вера основана на Слове Божьем. Даже если это не так в моей жизни случится. Даже если это и не будет в моей жизни. Я веру Богу. Аминь. Я исповедую. Аминь. Бог приходит по моему исповеданию. А если даже не так. Ох, как это важно, братья, сестры. Как это важно. Я веру в силу исцеления. Я очень веру в силу исцеления. Я видел чудеса. Я переживаю чудеса. Я вижу, как Бог исцеляет. Но я хочу сказать, что не я исцеляю, исцеляет Бог. Понимаете? Не церковь исцеляет. Церковь молится, исцеляет Бог. Поэтому насколько мы должны держаться этого. Ох, да светит свет ваш под людьми. Ох, да светит свет. Что видя, видя вашу веру, видя ваши хождения, видя плоды вашей жизни, люди могли сказать, действительно, здесь Бог. Я хочу, чтобы люди, придя в ваше служение, увидя это, без слов сказали, мне не надо доказать, здесь Бог. Все, здесь Бог. Пусть Бог вас обильно-обильно благословит, дорогие дети Божьи. Бог Бог